Свердловская область будет развивать кооперационные связи в научно-технической и промышленной сфере с Республикой Татарстан. Также стороны заинтересованы в реализации совместных проектов, обмене опытом в образовательной и культурной сферах. Об этом шла речь на встрече губернатора Евгения Куйвышева с президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым в рамках визита делегации Среднего Урала в Казань. Подписание нового соглашения ознаменовало переход нашего сотрудничества на более, как мы видим, на более высокий качественный уровень и экономическую ситуацию. И международная политика настойчиво диктует нам необходимость наращивания межрегиональных связей и увеличения выпуска импортозамещающей продукции. Создание технологической подушки безопасности, в основе которой наши отечественные разработки по основным и стратегическим направлениям. Президент Республики Татарстан подчеркнул, что сотрудничество Республики со Свердловской областью проверено десятилетиями. Однако сейчас необходима его активизация и расширение сфер взаимодействия, обмен опытом и координация усилий в реализации совместных проектов. В основном мы поставляем автомобили, шины, бытовую химию, продукты питания, завозим прокат черный, трубы, щепень, товары народного потребления. Я думаю, там много-много вещей мы могли бы нацелить наши бизнесы, чтобы мы друг друга взаимодополняли. Ну, Свердловская область – это уникальный регион нашей страны, богатейший регион с минерально-сырьевой базой. Если мы в основном только нефтью, Аллах нас. У вас очень много других минерально-сырьевых ресурсов, вот и драгоценный металл, и титан, и все-все. Ну, наверное, сложнее, проще сказать, чего нет, чем пересчитать, что у вас есть. Он отметил, что помимо промышленной сферы, хорошие перспективы есть по совместному развитию внутристранного туризма, обмен опытом при подготовке спортивных объектов, транспортной инфраструктуры и сферы гостеприимства в рамках предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в Екатеринбурге и в Казани. Евгений Куйвышев рассказал о перспективах проекта региона. В частности, он отметил, что в Свердловской области ведется разработка комплексной программы «Уральская инженерная школа», поскольку у Среднего Урала сильны позиции в подготовке инженерных кадров. Уральский федеральный университет – один из крупнейших российских поставщиков инженерных кадров. Казанский федеральный университет также глубоко погружен в эту профессиональную тематику. Считаю, что совместная подготовка квалифицированных инженерных кадров, обмен опытом – это одно из перспективных направлений. Я считаю, что чем больше будут наши вузы взаимодействовать, тем более будут цитировать друг друга, тем более будут использовать взаимные научные наработки, только больше будет пользы. Особый интерес для сотрудничества субъектов Российской Федерации также представляет реализация совместных проектов по освоению новых видов химической продукции, развитие региональной инновационной инфраструктуры, малой энергогенерации, выставочная деятельность. Губернатор напомнил, что в Екатеринбурге в июне пройдет международная промышленная выставка «Иннопром-2014», на которой будут представлены российские промышленные разработки, инновационные проекты, а также проект о модернизации ведущих российских промышленных предприятий. Своё участие подтвердили уже более 70 делегаций, а в сентябре в Нижнем Тагиле состоится Уральский транспортный салон «Магистраль-2014». Глава региона выразил свою уверенность, что участие предприятий Татарстана в работе выставок станет взаимополезным и взаимовыгодным делом, упрощит диалог между производителями и потребителями промышленной продукции. Стороны сочли перспективным направлением сотрудничества организацию совместных инвестиционных проектов в сфере машиностроения и авиастроения. Кроме того, губернатор обратил внимание Руслама Миниханова на возможности расширения сотрудничества в сфере производства лекарственных препаратов и медицинской техники. Он отметил, что сегодня регион полностью обеспечивает свои потребности в инсулине, который дешевле импортных аналогов, но аналогичен по качеству. Также область рассчитывает увеличить объемы поставки медицинской техники в соседние территории. Взаимный интерес к укреплению партнерских связей стороны закрепили документально. Губернатор Евгений Кувишев и президент Республики Рустам Миниханов подписали соглашение в сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных сферах. Также подписан протокол по реализации соглашения до 2015 и 2017 годы.